Азербайджанский народ Азербайджан и Армения приняли заявление по ведокам консультаций в Москве. Стороны согласовали прекращение огня с 12.0010 октября в гуманитарных целях для обмена пленными, а также телами погибших. Азербайджан и Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступают к структурным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, отмечается в заявлении министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении, текст которого размещен на сайте российского дипведомства. Объявляется о прекращении огня с 12.0010 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного комитета Красного Креста. 2. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. 3. Азербайджанская республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. 4. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса. 5. Спасибо за внимание. Надеюсь, что вы адекватно отразите результаты нашей сегодняшней работы. Спасибо. Вооруженные силы Азербайджана уничтожили ЗРК Куб армянской армии. Представляю вам кадры, на которых запечатлен момент уничтожения принадлежащей армянской армии зенитно-ракетный комплекс Куб. Субтитры создавал DimaTorzok В ночь на 11 октября армянские вооруженные силы нарушили гуманитарное перемирие и подвергли ракетному обстрелу Гянджу. Сообщается, что в Гянджу в результате обстрела пострадало четырехэтажное здание. Известно, что из-под завалов было извлечено 70 человек, включая детей. Представляем видеокадры с места событий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok